анти-анти квадрат брат не сиди дома брат и сегодня мы посещаем такое место мы специально сейчас не орем скажи привет потому что тут это место очень посещаемая и сашу не видно и вчера когда мы пытались его посетить нам это не удалось потому что там кто-то был но сейчас попробуем вообще что это либо заброшенный детсадик на скорее всего заброшенный ясль потому что детсадик одну не может быть таким маленьким сейчас покажем и узнаем что пошли вот так все помещение выглядит на первом этаже решетки следовательно если мы попадем на второй нам уже будет никак не выбрать если там кто-то есть то есть вот так все печально выглядит вот там вход но мы зайдем не через главный а вот там вот есть дыр вот вот эта штука прошлый раз мы выбегали через нее сейчас пойдем сначала наверно на первый этаж и погнали вот рисунки кого-то тут уже чекнули мне кажется вроде тихо погнали тихо погнали смотри сейчас мы чекнем окно окна среди по всему это то столько мусора я не видел погнали пока хозяева не пришли да очень грязно нет это карточный бумажный пошла кормят да и на и и и и и и и и и Кошка. Кошка. Капец, как будто бы стены выбиты были. Близко к окнам мы подходить не будем, потому что это осень опасная. Смотрите, а тут даже более-менее все было нормально, но что-то с этим местом явно случилось. Пошли, а то мы паримся сильно. Вот та дверь вчера была открыта, и там были люди. Да, это тупик. Могут везде решетки. Да, серьезные решетки везде. Кваска, кока-кола, перс. Посмотрим. Опа. Дох выиграл. Где вы? Граффити. Стекло много. Вот это был сам узел. Что, пошли на тронтаж? Тупик. Тупик. И все кто-то разберет. Что? Тупик. Собачий вал. Смотри, там есть чердак, но на него сложно попасть. Что, никого нет? Ковры. Ковры. Сто процентов тут обитают бомжи. И... Такие вот прям непонятно от чего. Это так обгорели или что? Такие дырки. Да, вроде. Граффити. Кстати, прикольно. Пиздерский щит. Реально я не понимаю, как можно такую дырку сделать. Там уже ходят люди. И там всякие дороги. Так что можно сказать, что большинство заброшек у нас находится слишком... Опять санузел. Слишком далеко, тихо человек. Слишком близко к жилым домам. Ну, слишком, как бы... Да. Слишком. А, я слишком далеко. Так что я не буду палить, просто сниму. Потому что мы выходили вон. Оттуда. Ну, хе он тут не один бомжи-то спят. Но в окно видно такое чисто поле. В принципе, его можно было адаптировать под футбольное поле. И, возможно, тут реально был садик. Потому что, смотри, тут могли сделать площадки всякие. Трицы. Все очень негативно. Главное, в таких ситуациях, это нельзя палиться в окна. Но мы это сейчас делаем очень сильно. Потому что тут уже жилые дома. Вот там главный вход. Вот там пацаны рубают футбольца. Я не понимаю, как тут дырки вообще. А чего они это? Как они обгорают-то? Граффити, трубы, граффити. Граффити. Не, на самом деле, вообще правильно граффити же. Но я слышал, что их говорили в граффити. И утверждали, что это правильно. Балкончик. Кажется, это душ, нет? Тебе не кажется? В душе лампочка такая. Ну, да, да. Ну, трубы... Вентиляция есть. Да, опыт. Погнали пацаны. Естественно, как и на остальных заброшках, тут везде всякая символика. Очень много мусора. Но столько мусора я, по-моему, еще нигде не видел. Да. Просто капец. Говно тут. Тихо. Человек. Я не понимаю, реально. Четыре санузла. Тебе не кажется, что это много? А что еще? А, души санузел. Возможно. Ты провода не трогал? Может, чердак? Смотри, туда, в принципе, можно попасть. В этот чердак? Да, чердак. Ну, там слишком много голубей. Да. Так что мы, наверное, не будем его посещать. Может быть, как-нибудь потом. Ну и что? Вы думаете, что на этом все кончается? Но нет, мы сейчас пойдем в подвал. Серьезно? Ну и сейчас мы спускаемся в подъем. Вот мой фонарик. Ой. С газеткой какого года. Смотри. Явно там кто-то спал. Отвечаю. Страшно выглядят такие же двери, обкоцанные каким-то зверем. Погнали? Ты пойдешь с фонарем? Или я? Давай я. Хит-хит. Парень страшный. Что там? Занято, да? Угу. Ну и что? Ой, ел. Тихо, тихо, тихо. Надо мне пушиться. Все возможно в нашей жизни. Подожди. да да дима ну это же наши друзья первый раз мы наверно в подвале да так чтобы конкретно смотри там мусор или что это знаешь ли в подвале чувствую себя как-то безопасно у это выход да папа какой-то проходе и можно прятаться ну да дофига кирпичей я не знаю они же не отвалились оттуда и кто-то тут нес или тут стенки были с кирпичей возможно слушай а что это за тайное помещение в него двери нет но оно есть выход что в кости офигеть чья это кость друзья кто как-нибудь занимается анатомии скажите чья это кость и газовый баллончик от пистолета перцевого ой какой перцовый пневматический смотрите время и тут штука там туда прохода нет но там обширная территория что дарился в эту железку ой больно ну в общем мы сейчас пройдем эту территорию уже наверное потихонечку будем выбираться в ту часть а нет я был не прав вот дверь вот так вот все выглядит очень печально ну вот то что вам показываю открывай затоплены да уже затоплены там бы листья можно мусор вода лед я хочу пройти туда а и и и и и и и Друзья, сюда я не пойду, тут слишком много воды, смотрите сами, вон там вот, так что вот так вот тоже обширная территория, тут более темно. Поэтому, наверное, уходим отсюда, очень завалено, очень сложно проходить, ну, естественно, уходя, закрывается за собой дверь, не входить опасно для психики, для меня, блин, да кто меня убил. В общем, да. Выйдем как культурные люди? Да, выйдем как культурные люди. Где выходим? Давай. И выходим мы, естественно, через главный ход, как культурные люди. Я сейчас, погоди, дугу достану, отлично, погнали. На самом деле, вот, я прикольно придумал на свой пистолет камеру нацепить. Я не шумею-то, парень, иначе сейчас спину проткну, пострелив. Серьезно? В общем, друзья, из-за солнца почти ничего не видно. Сегодня мы посетили садик или ясли заброшенной. Вы это увидели. Надеюсь, вы поставите лайк. Напишите комментарий, хороший, добрый. Да, подпишитесь на канал. Также, если вы из какого-то города, вы можете писать мне сообщение, куда сходить. Если из Питера, типа, Леня, смотри, сходи туда, и, типа, я туда не хочу идти, сходи, ты покажи, что там. Или другие места, какие-нибудь в Ленинградской области, или в другие какие-то города можно. Даже страны. Возможно, если вы это скинете, я буду проездом, что ли, когда-нибудь и засниму это. Ну, а с вами был Леонид. Ну, и Александр. Ну, и, конечно, всем пока. Удачного дня. Анти-анти-квадрат, брат, не сиди дома, брат. Всем привет, меня зовут Леня. А меня зовут Александр. Я Ксюша. Круто, да? Сегодня мы, короче, посетим здание. Первый раз мы посетим именно заброшенное здание, которое находится в центре города, рядом с Санкт-Петербургским вокзалом на Пушкинске.